Всех приветствую на комплексном анализе рынков с Виталием Шевченко. Поехали! Как всегда, начинаем с статистики более глобального фундаментального фона. Сегодня стоит обратить внимание на данные, которые выходят в 17.00 по московскому времени. Это данные по США. Индекс деловой активности в производственном секторе ПИМА и ТСМ. По прогнозу небольшое улучшение показателя. 18.00 будет выступление представителя ЕЦБ Энри. Ну и закрывает сегодняшние торговые сутки выступление главы ФРС господина Павлов 21.20 по московскому времени. На текущую неделю основным является у нас данные по АДП, решение по процентной ставке Великобритании и конечно же Nonfarm. Ну а мы с вами переходим к технике индекс доллара. Все идет в рамках наших пятничных торговых идей, будет более точным непосредственно моих торговых идей. Полной коррекционной волны достижения восходящей промежуточной зоны у нас произошло. Теперь я ожидаю коррекции к нисходящей дополнительной зоне это 90.85.90.95 и соответственно здесь уже буду смотреть и ожидать разворот на укрепление американского доллара. Поэтому отталкиваемся от сценария сначала падения с переходом в дальнейший рост и перекладываю соответственно это на ключевые активы. По тактике адверса также четко достигли мы необходимой цели 91.35 сейчас спускаемся к трендовой линии и плюс наша желтая область 90.85.90.90. евро-доллар. Перед тем как перейдем к технической картине прошу вас оставлять комментарий не писать мне в личку чтобы мы вместе отторговали идеи разбирали и набирались опыта. Так стороны евро-доллара также мы в цели все достигли которые были заложены в пятницу. Самое важное у нас здесь сменился приоритет на нисходящий краткосрочный нисходящий приоритет. Поэтому если отталкиваться от классики от консерватива нужно дождаться непосредственно хорошей коррекции только потом входить на продажу. Поэтому коррекцию жду в район 1.20.80-1.20.90 с возможным заскоком в район восходящей промежуточной зоны 1.21.05-1.21.15. Помимо этого может быть остановка в районе 1.20.60-1.20.70. Так стороны опционов картина выглядит у нас по следующему. Стороны неделек. Верхняя граница как раз 1.20.60. То есть идет полное совмещение и восходящей дополнительной зоны и соответственно верхней границы непосредственно опционного канала. Поэтому здесь действительно можно ждать при остановке. Ну а так более высокий аккумуляционный барьер находится в районе 1.21.05. Так, со стороны месяца в принципе точно такая же картина. Поэтому сразу переходим к объемам. По объемам первые в районе крупные 1.20.70 и 1.20.80. По совокупности если будет восходящее движение то соответственно их будет передвигать. И смотрите, что внутри дня у нас идет хороший перевес покупателей над продавцами. Поэтому тот, кто хочет агрессивно взять свой кусок, но эта покупка здесь стоп если ставит только под непосредственно свечу, которая открылась в 11.00 по Москве. Пара фунт-доллар. Ну одну из основных целей мы достигли, которая закладывалась в пятницу. Это уже хорошо. Не очень хорошо, что не закрылись под промежуточной зоной. Не сменился также приоритет на нисходящий, но зато у нас есть цели на коррекцию. Это непосредственно 1.38.80, 1.39, ровно 1.39.10. Напоминаю, что здесь пока приоритет еще сохраняется восходящий. Поэтому через коррекцию, соответственно, с более высоких выгодных уровней встаем на продажу. Со стороны опционов картина по паре фунт-доллар выглядит по следующему. Так, со стороны недель ничего интересного нету. Придется обратиться нам к месяцу. И вот со стороны месяца, если брать, то непосредственно как раз в районе 1.39. Достаточно большой, крупный, открытый, интересный. А пока все поддерживается. Смотрите, желтым это непосредственно покупатели. Так, и по объемам ситуация у нас выглядит по следующему. Так, ну я думаю, что вот эти объемы в районе 1.38.80, ну более-менее пройдем. А так надавливать будет уже при подходе 1.39.17. Поэтому, понимая, что пара фунт-доллар более волатильный инструмент, заходите с более высоких уровней. Тем более здесь будет поддерживать вашу продажу, соответственно, консервативную вашу продажу и объемы. Все, что внутри дня, это опять же агрессивный скальпинг, пипсовка. Пара доллар США, японская иена по пятнице прошла через пробный объем. Не дала даже первой такой хорошей коррекции. Но все пошло в рамках торговой идеи. На текущий момент напоминаю, что лично я ожидал достижения восходящей целевой зоны. Это район 110, если быть прям четким. Поэтому первый момент при достижении района 110-110.05. Здесь можно будет вставать на коррекцию. Но непосредственно на общем фоне сейчас ожидаю коррекционного движения. Пару можно будет подбирать из района 109.30-109.40. Более выгодная 108.95-109.05. Заход в полную коррекцию, в нисходящую промежуточную зону 108.35-108.45. Там где находится недельная ТР, в это на сегодня я не верю. На неделе, когда у нас будет выходить большая партия статистики по непосредственно Америке, я думаю, будет выступление, заявление. Это мы еще можем показать. На сегодня нет. Так, стороны опционов, картина. Так, по паре непосредственно доллар-иена выглядит по следующему. При каждом подходе вверх, а это непосредственно 110, даже, наверное, 100... Да, 109.95 с заходом 110.20. Здесь стоят одни только продавцы. Вот, отмечаем это для себя. И непосредственно... Так, со стороны месяца, также берем открытый. Это у нас все то же самое. Район 109.95. Ну, в принципе, как обычно, по паре доллар-суша-японская иена и происходит. Небольшой недоход, да, круглого психологического уровня, ну, и числа. Так, со стороны объемов ситуация техническая следующая. Так, есть у нас перевес внутри дня покупателей над продавцами. Но посмотрите, как достаточно ровно распределены объемы. Это говорит о том, что общий, как технический, так и фундаментальный фон будет просто проецироваться на данный валютной инструмент. И пара пойдет в том же направлении, куда будут двигаться и другие активы. Поэтому, ну, если агрессивно, ну, это прям агрессивно, я никогда не стою прям так уверенно на продажу по иене, то это продажа с коротким стоп-лоссом через фрактал. Ну, взять немного и, соответственно, отсюда уходить и уже искать точки на разворот. Доллар США, канадец, товарно-сырьевая группа. В пятницу моя торговая уделия заключалась в покупке. Пошли, ну, не так активно, как хотелось бы, да, как и другие. Ключевые активы. А на текущий момент пятницу отодвигаем на второй план. Хотелось бы здесь все-таки захода вниз и по маржиналке. Хоть у нас здесь как раз сохраняется нисходящий приоритет. И хотелось бы полная коррекция в районе 1.23.50, 1.23.60. Но пока пара вырисовывает именно такую технику, что будет заход в район 1.22.20, 1.22.30. И вот здесь уже чуть более уверенное укрепление американского доллара. Это идет и со стороны опционов с точки зрения недельных непосредственно нижней границы. То, что она находится ниже, как раз полностью совмещается с маржинальными зонами обеспечения. Поэтому более выгодные области для того, чтобы здесь вставать на покупку. Агрессивные какие-то продажи сейчас применять не стоит. Достаточно узкий боковичок. Но я думаю, лучше уже здесь заходить на более достоверных уровнях. Со стороны объемов картина выглядит у нас по следующему. Самое важное, что стоит отметить, это посмотреть на перевес в два раза продавцов над подкупателями. Опять же, как только, наверное, сказал, у некоторых сразу возникла мысль. Ага, в два раза продаю. Продавайте, но только работайте, пожалуйста. Со стоп-лоссом. Стоп-лосс выставляем за максимум. Опять же, через фрактал. Это за 23.20. Ну, наверное, скорее всего, это будет за 23.35, если использовать фрактал. Австралиец к доллару. Также великолепно, четко все отработалось со стороны пятницы. Выход через нижнюю границу нашего клина. По классике вернулись, оттолкнулись и пошли. Торгуй, не хочу, зарабатывай. Тот, кто пользовался определенными торговыми идеями, прошу еще раз, пишите комментарии. Пишите свои результаты, чтобы я корректировал, чтобы я давал свои рекомендации. Ну, соответственно, мы вместе двигались с вами вперед. Так же, как и по другим инструментам, ожидая коррекционного движения, самое идеальное пока находится в районе 77.65-77.70. Хороший заход был бы, конечно, в классику и технического анализа, и в классику маржинальных зон обеспечения. Это непосредственно восходящая промежуточная зона 77.85-77.95. Напоминаю, что здесь приоритет сменился на нисходящий краткосрочный. Поэтому мы работаем агрессивно. Это покупка консервативная, это, соответственно, продажа с тейками перебития минимума 76.75-76.85. А вообще, средний срок на пару дней, это 76.20-76.40. Так, со стороны опционов картина у нас выглядит по-следующему. Так, со стороны недели. Только можно взять момент того, что мы находимся выше баланса дня. Это сигнал у нас на покупку. Понятно, что она агрессивная. Но смотрим, что при подходе. Так, 77.50. 77.70. Но 77.70 более интересный. Как раз можно уже, соответственно, проторговать данный валютный инструмент. Стороны объемов. Здесь у нас картина следующая. Стоит обратить внимание на крупный объем. Как раз в районе 77.55. Поэтому по совокупности объемов, опционов и маржиналки. 77.50-77.50. Это первая зона. Далее идем выше от названных зон. Поэтому работаем здесь по усреднению. 2.8-3.7. Меньшие числа запускаем на более низких уровнях. Большие числа от вашего рабочего объема. Это основные части. Запускаем с более высоких уровней на продажу. Товарно-сырьевой рынок. Нефть сорта бренд. Также великолепно. Небольшое удивление для меня. Это нефть сорта бренд, которая пошла как раз по той торговой идее, которую закладывал в пятницу. Но только сегодня мы достигли нисходящей промежуточной зоны до полной, так скажем, цикл коррекции для того, чтобы двигаться вверх. Но двигаться вверх мы пока не можем, потому что общая картина со стороны пандемии. Индия давит на непосредственно нефтяной рынок. Поэтому я здесь пока останусь в стане медведей. И заход в район 67,70-67,90 будет оптимальным значением, чтобы пока перевернуться на продажу. Сильно не разгоняемся. 65,60 этого будет достаточно с точки зрения тейка. Золото ожидал я лично в пятницу подхода к 1780-84. Это восходящая дополнительная зона. Напоминаю, что здесь приоритет сохраняется в восходящей. На текущей неделе я пока не вижу реально четких ориентиров. Особенно с точки зрения фундамента. Думаю, золото поколбасит. Поэтому играйте на коротке. От чего можно оттолкнуться сегодня? Это со стороны адверза подхода. Подход непосредственно к трендовой линии. Это 1785. И далее заход в голубую область. 1794. 1800. Здесь нужно уже вам принимать решение. Работать отдельными позициями. На этих областях. Либо работать через усреднение. Все зависит от вашего баланса. Но так же как и соответственно по валютке. Ожидаю через коррекцию индекса доллара. Заход вверх. А потом соответственно разворот на падение. На падение. Так. Со стороны опционов. Здесь только мы смотрим с вами недельки. И так. Аккумуляционные находятся в районе 1795. Ну это конечно понятно более выгодная область. С учетом перебития предыдущего хая. Так. Стороны объемов золота нам дают следующую информацию для размышления. Сразу видно крупный объем. При подходе непосредственно к 1795. Поэтому здесь ставим большую жирную галочку. Крести как хотите. Что отсюда можно спокойно продавать. Напоминаю что жду при остановке в районе 1785. Фондовые индексы DAX 30. Не отхожу от своей главной пока торговой идеи. Непосредственно того что американские фондовые индексы могут откорректироваться. На этом фоне мы можем покатиться и по DAX 30. Плюс статистика которая сегодня выходила по Германии. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI Германии. Вышел хуже предыдущего значения и ожиданий. Но это конечно же негатив для непосредственно данного фондового индекса. Жду захода в район 15 тысяч. 14 960. Вот здесь уже можно будет смотреть как будет развиваться ситуация. Ловить разворот. Это идет и со стороны нестандартных индикаторов. Это идет и со стороны классики. Древка есть. Полотнище отрисовываем. Так если брать древка 25. Опять же отсюда 25. Это как раз район 15 тысяч. Здесь у нас есть тоже хороший уровень. Вот. Ну и плюс. С стороны тактики адверса у нас начинают зарождаться сигналы. Все показатели идут в плюсовую зону. Чтобы подбирать индекс. Но помним о том, что подбирать нужно только с выгодных низких уровней. Все что сейчас вставать на продажу. Это все опять же на ваши плечи. На вашу агрессивность. NASDAQ. По NASDAQ. Не так четко мы пошли. Но так же собираюсь я продавливать данный фондовый индекс сниз. Поэтому цель для того, чтобы откупать данный фондовый индекс 13700-13740. Напоминаю, что приоритет здесь сохраняется восходящий. Поэтому все, что с стороны продаж, это агрессивно. Так. С стороны тактики адверса. Так же начинает у нас идти прирост. Показатели только в плюс. Но с текущих уровней, я считаю, это сходить неразумно. Так. S&P 500. Все пошло в рамках пятницы. К минимумам сходили. Вот. Откупать было понятно, что агрессивно. Но с коротким стоп-лоссом здесь можно было сработать. То, кто хочет агрессивности, сейчас через фрактал работать и на продажу. Потому что так же ожидаю коррекции более глубокой в район 4.150-4.165. И вот отсюда здесь лучше дождаться хотя бы формирования разворотного паттерна на более младших таймфреймах. И соответственно присоединяться, быстро присоединяться уже на покупки. Стороны тактики Адверза это как раз непосредственно у нас будет нижняя граница нашего желтого диапазона. Плюс здесь есть хорошие уровни. Вот как раз именно отсюда 4.165. Для агрессивных пробным объемом можно вставать на покупку. И в конце Dow Jones, так же в принципе наверное как и S&P, хорошо относится к своей истории. Это непосредственно предыдущие минимумы от них откупаются. Поэтому при подходе в район 33.715, ну может быть небольшой заскок, в район 33.635. Отсюда покупка. На сегодня все. Всем попутного тренда, попольше профитных сделок. Удачи и до встречи на следующих обзорах.